Друзья, всем привет! Решила сделать печенье. Печенье называется домашнее. Такое печенье мы часто делали на продажу в кондитерском цехе. Можно сказать, каждый день. Оно пользовалось в свое время, когда у нас была кулинария от кондитерского цеха. Оно пользовалось спросом. Вот. Решила я его сделать. Как-то вспомнилась о нем. И решила я сделать его. Снять этот рецепт. Точную закладку вот как один в один я не могу сказать. Но сами составляющие этого рецепта я прекрасно знаю и помню. Так. Значит, масло или маргарин. Вот кто-то мне написал. Однажды я сделала печенье на маргарине. И кто-то написал, что могла бы хоть и масло взять. Что это за печенье на маргарине? Я вам с точностью могу сказать. Все годы работы в кондитерском цехе, все печенье мы делали на маргарине. Так что ужаса никакого не будет, если вы замените масло маргарином. Или наоборот. В общем, мне кажется, разница у них небольшая. Единственное, что это соленое, а масла нет. Так, чуть-чуть. Так. Чуть-чуть я добавлю соли. Немножко, щепоточку. Значит, две пачки масла. Баночка сметаны. Сметана 20% вот такая вот 300 граммов. Значит, 200 граммов масла. Ой, две пачки по 200. 400 получается. 300 граммов сметаны. Мука. Муку пока озвучивать, сколько войдет, не буду. Вот сколько взяла, вернее. Потом сколько войдет, я взвешу и в описании напишу. Еще, что понадобится, это сверху чуть-чуть сахар посыпать. В само тесто сахар не идет. Оно не сладкое получается. Но за счет того, что оно на сметане, оно получается такое пышненькое, сдобное и очень вкусное. Сверху посыпать вы можете. Ну, сахар идет, если уж совсем без сахара, оно будет, ну, совсем не сладкое. Вот. Можно посыпать сахарком. Если хотите совсем не сладкое, можно посыпать, ну, той же кокосовой стружкой, например. Это для тех, кому сахар нельзя. Вот. Так значит, что? Масло нарезаем. Оно у меня из холодильника. Вот еще засохшее. Это мне вот сейчас время уже 9 часов вечера. И мне прям захотелось чем-то попить чай. И я быстро-быстро решила замутить такое печенье. Сделать. Хорошо, что было масло в холодильнике. Так, сейчас просто-напросто взбиваем масло и соду. Еще я положила чайную ложечку. Не полную, так, без бугорка. Соду гасить не нужно, так как сюда идет сметана. Сметанкой все это хорошо загасится. Так, ну, пока я выключу. Видео жужжать вам не буду по ушам. Отключусь пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Получается вот такая масса нежненькая. Заметьте, она без сахара. Белоснежная. Теперь всыпаем муку и замешиваем тесто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, замесила тесто. Вот такое вот оно получается. Не очень оно густое, никак пельменное, естественно. помягче. В общем, муки у меня ушло 850 граммов было у меня в тарелке. Это я еще насыпала, нам подпыл она у меня пойдет. Ну, теперь делим тесто на две части и выкладываем на стол, раскатываем. А, хотя сразу все раскатаю, да и все. Ничего с ним. Так, хорошо его вот так подминаем неровности в середину и вот так выворачиваем. Раскатываем толщиной примерно 7 миллиметров и если слишком толстые будут, то они у вас будут пышки, прям пышки-пышки. Такие вот. Если сантиметр хотя бы оставите. Но и слишком тонко не надо, чтобы они были все-таки не сухими, а такими пухленькими. Так, ну, в общем-то вот. Теперь нарезаем тесто на полоски. Можно это сделать ножом, можно, если у вас вдруг имеется вот такой кондитерский, вот такой кондитерский скребочек, то можно им. Нарезаем. Так, не нарезаем. Пока не нарезаем, потому что нужно еще смазать. Для этого берем яйцо и хорошо разбиваем вилкой. Чуть-чуть добавить можно молока. И вот теперь хорошо смазываем. чуть-чуть не нарезала несмазанное печенье. Так, весь пластик хорошо смазываем. Теперь посыпаем сахаром. вот так, таким слоем. Все. И нарезаем. Нарезаем на полоски. Сыриной 3 сантиметра. Вот так вот. Ну, собственно, не обязательно скребком, если хотите, выемками можно повырезать. Но уже вот на повторное, так сказать, подкатывание вот этих вот остатков, обрезков не очень-то. Видите, она уже смазана яйцом сверху. И когда будете повторно его подкатывать, это уже как-то не очень. Вот желательно вот так вот сразу нарезали. И сразу нарезаем на печенюшки. Можно квадратиком, можно ромбиком, как хотите. Так, уберу я пока эти. Мешают мне. Вам не видно. Так, вот на этой полоске покажу. В общем, вот таким ромбиком нарезаем. И укладываем на противень. Противень можно смазать маслом или застелить пекарской бумагой, или посыпать мукой. И вот такие вот замечательные, румяные, пышные печенюшки у вас будут готовы через полчаса. В общем, взбили, замесили, быстро намазали, нарезали. Выпекаться они будут примерно минут 15-20 при температуре 220 градусов. Все, вот уложила на таком расстоянии я их и ставлю в духовочку выпекать. Итак, печенье готово. Но, что хочу сказать. Вот я положила соду, а сейчас вот я смотрю, что оно немножко все-таки оно не такое, какое у меня, ну, у нас там в цехе получалось. По-моему, мы добавляли дрожжи. Разводили с водой чуть-чуть. Сырых дрожжей таких сухих у нас на производстве не было. Сырые были дрожжи. Разводили в воде дрожжи и добавляли. И вот оно было прям такое пышное, такие прям пухляшки получались в печенье. Но эти печенюшки тоже они, как сказать, тесто получилось почти как слоеное. Вот, оно получилось сдобное, как слоеное, прям расслаивается. Очень сдобненькое, даже вот такое прям слоится оно. Пропеклось, стояло оно у меня 20 минут. рассыпается, тает во рту, вкусное. Но, скорее всего, надо мне узнать у девчонок, которые там работают. Да, видимо, все-таки, вот, ну, надо же. Получается, что забыла. На дрожжах оно, значит, было. В общем, узнаю и, если что, в комментариях напишу. Но это тоже неплохо, очень даже неплохо. Оно такое слоистое, сдобненькое и вкусное. Так что, страшного ничего не произошло. Печенье вкусное. Если решите испечь такое печенье, думаю, что оно вам понравится. Просто, быстро и вкусно. Это вот рецепт такой на скорую руку. Масло или маргарин со сметанкой взбили, добавили соду, замесили и все. Нарезали, выпекли быстро. Ну, в общем-то, вот и все. Всем пока. Желаю вам всего самого доброго, как всегда, напоследок. Все. Пеките, пробуйте и наслаждайтесь. Пеките. Пеките.